всем огромный привет добро пожаловать на мой канал мы с вами начинаем новый влог и сегодня я решила немного разнообразить свои будни и заняться уборкой но это шутка конечно я сегодня хочу поухаживать за нашим белым подвесным шкафом я его опустошу пересмотрю все что надо выбросить я выброшу и сделаю заново организацию еще на заднем плане вы наверное видите я там понемножку уже достаю свой пасхальный декор хочу все пересмотреть и посмотреть куда и как что я буду раскладывать потом все вам покажу еще пока я не забыла хочу рассказать вам про один крутой фильм на мой взгляд который мы совсем недавно посмотрели и остались под такими яркими впечатлениями поэтому решила обязательно с вами поделиться это такая семейная драма фильм называется ребенок глухих родителей сюжет про глухонему семью которой очень трудно приходится адаптироваться вообще в нашем окружении в нашем обществе и фильм рассказывает про этого подростка про девочку это младшая дочь семьи которая единственная говорящая и вся ее жизнь протекает вокруг своей семьи это рыбацкая семья они ловят рыбу у них лодка это их источник дохода и она постоянно находится со своей семьей и в море и на суше и в принципе нет у нее общения нету друзей и по этому поводу она очень страдает в этом фильме очень реалистично передаются эмоции настроение каждого члена этой семьи с этим фильмом я и посмеялась и поплакала в общем давно мы не смотрели такой качественный сюжет от души вам рекомендую девочки обязательно посмотрите этот фильм и напишите мне свой отзыв вот девочки смотрите все принесла разложила смотрю думаю фантазирую что как буду тут украшать ну вот все что находится в этой части вы уже видели это все я привезла из болгарии но все так у меня здесь лежит потому что я хожу смотрю прикидываю думаю как все буду декорировать итак из новинок у меня здесь вот эти зайчики я за них заплатила 1 евро но сюда можно положить небольшую свечку или у меня крашеное яичко у меня уже есть вот такие свечки в форме яичек я их сюда вставлю и мне кажется очень здорово будет выглядеть дальше вот эти розовые яички тоже новые что-то тоже в районе полтора евро заплатила за них вот этот зайчик у меня тоже новенький тоже полтора евро заплатила и веночек вот этот белый венок я буду облагораживать цветами и яйцами вот эти яйца также новые тоже что-то меньше евро заплатила за них все остальное это прошлый год цветы тоже новые здесь у меня одна вот такая ветка уж очень не понравился этот цвет а также взяла пионы посмотрите какие красивые пионы как все качественно выполнено и и зеленушка тоже какой цвет они как настоящие поэтому и стоили по одному евро и здесь у меня 7 штук в общем мне все очень нравится уже жду не дождусь когда начну декорировать квартиру я пришла на кухню потому что нужно приготовить обед сегодня на обед у меня будет лазанья из грибов но также решила добавить сюда кабачок и стандартный набор овощей это зеленый красный болгарский перец морковь лук и чеснок ну и конечно сами листья лазаньи первым делом я в сотейник наливаю оливковое масло чтобы потушить овощи и пока овощи будут тушиться я расскажу вам немного про свои белые керамические кастрюли потому что вы очень часто спрашиваете о них эти кастрюли я купила три года тому назад и на протяжении трех лет пользуюсь ими каждый день с огромным удовольствием эти кастрюли из керамики высокого качества и выдержки они изготавливаются во франции и гарантия у этих кастрюль 25 лет представляете производитель нам дает гарантию что на протяжении 25 лет с этими кастрюлями ничего не случится ну кроме как если они упадут и разобьются они намного крепче стекла не царапаются и выдерживают резкие перепады температуры от минус 40 до плюс 300 градусов в инструкции написано что их запросто можно из морозилки сразу ставить на огонь у меня комплект из 4 кастрюль самая большая на 5 литров следующая поменьше на 3 литра вот эта низкая кастрюля в которой сейчас я готовлю она на две с половиной литра и самая маленькая на полтора литра за кастрюли я заплатила тогда 160 евро и еще раз повторюсь пользуюсь ими каждый день и ни разу не пожалела они стоят своих денег до последнего цента и вот здесь мои овощи уже потушились я сюда добавила свежий тертый томат добавляем также соль перец и в другом маленьком сотейнике я уже готовлю бешамель в красной миске у меня подогревается молоко я к растопленному сливочному маслу добавляю муку поджарю немного залью теплое молоко проварю две минуты в конце добавлю тертый сыр и яичный желток это самая легкая быстрая и вкусная бешамель беспроигрышный вариант когда овощи приготовились я уже выключаю газ и добавляю зелень ну и теперь все готово для того чтобы собрать лазанью на дно формы выкладываю листья лазаньи заливаю овощами и сверху наливаю бешамель все тоже самое проделываю с каждым слоем но в конце я допустила ошибку я последний слой закрыла листьями лазаньи и присыпала сыром поэтому когда она запеклась верхний слой был слегка хрустящим чтобы это не происходило на последние листы нужно вылить тушеные овощи и бешамель и только потом присыпать тертым сыром тогда все будет в порядке ну не знаю я тут немного забылась и сглупила лазанья у меня запекалась на 180 градусов 30 минут наконец-то пришел звездный час нашего комода уже давным-давно подумываю его опустошить помыть изнутри пересмотреть и избавиться от ненужных вещей тут у нас всевозможные провода рутеры наушники и даже настольные игры в этом ящике плед маленький утюг ну а в этом ящике творится просто какой-то трэш тут все что угодно и наши альбомы какие-то документы ну и поухаживаю также за отсеком для обуви и тоби тут сидит так странно на меня посматривает думает наверное что это моя хозяйка все бегает туда сюда в общем я начинаю опустошать эти полочки и вот именно этому отсеку я радуюсь больше всего мы планировали именно этот отсек отвести для проводов потому что все провода которые здесь находятся они лежали сверху там где сейчас у меня стоит корзина с цветами ну вы представляете да какое это мучение во первых это выглядело некрасиво во вторых они здесь все время пылились и я каждый раз протирала каждый провод по отдельности но сейчас все провода рутеры удлинители все они ушли на эти полки сверху ничего не валяется все аккуратно сложено ты просто закрываешь дверцу и все выглядит опрятно и красиво эти два ящика у нас очень большие просто на камеру вам не видно каких они размеров но представьте комод составляет 2 метра и 70 сантиметров соответственно и ящики очень большие и глубокие помещается много вещей поэтому нужно их правильно разложить чтобы все было более функциональным ящик пылесошу и протираю влажной тряпкой ну и возвращаю все обратно здесь у меня два альбома для нот которые сделала сама я находила по интернету интересные произведения скачивала их ну а потом распечатывала но к сожалению давно уже не садилась за пианино и не играла здесь же у нас диски такой семейный архив здесь же у нас очень классная настольная игра которая называется катан и маленький утюг который я использую когда мне нужно быстро погладить какую-то вещь для которой я не буду доставать целый пара генератор ну а в этом ящике творится полный бардак сюда мы положили все что не лень было положить также опустошу этот ящик пропылесошу и вытру микрофибровой тряпочкой организую этот ящик совсем иначе сделаю здесь вертикальное хранение и вы увидите насколько преобразится этот ящик вот сейчас у нас все сложено друг на друга а вот именно вертикальное хранение удобно тем что ты открываешь ящик и у тебя все перед глазами не нужно ничего доставать снизу или искать что-то из середины посмотрите по ходу дела какие фотографии я тут нашла это мой старший христо и младший янис им тут по полтора года на них одна и та же одежда это от старшего перешло по наследству младшему какие же они зайки совсем не похожи друг на друга а здесь они постарше мы находимся на какой-то свадьбе и на этом все в принципе во взрослом возрасте фотографий нет к сожалению мы перестали печатать фотографии все у нас уже на дисках в компьютере и на телефонах вот так технология развивается идет вперед все меняется и вместе с ними меняются и наши привычки ну вот я почти закончила организацию ящика я сюда также принесла такой органайзер сложилась сюда все диски так намного удобнее ну и в целом вертикальное хранение она более функциональнее в конце ящик у меня не закрылся из-за объемного альбома поэтому я его унесла на полку этот ящик мы также планировали нам обязательно нужен был ящику входной двери потому что это очень удобно ты всегда знаешь где находятся твои ключи и кошелек здесь у нас также записные книжки ну и всякая разная мелочевка и даже вещи которые здесь не должны присутствовать на самом деле этот ящик у нас самая горячая точка из всех ящиков также мою этот ящик и сделаю уже более удобную организацию я принесла два контейнера это мои старые контейнеры которые стояли на стиральной машине хорошо что я их не выпросила они у меня хранились на балконе в шкафу сюда я сложу всю мелочь чтобы они не разъезжались по всему ящику так намного удобней ну и складываю уже аккуратно все что нам нужно а все что нам не нужно естественно выброшу агачу 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 ну и последний пункт в шкафу это шкаф для обуви пересмотрю обувь ту которую мальчики уже не носят уберу а сапоги вынесу на балкон также пропылесошу и помою эти полки ну а в дальнейшем кожаную обувь протру влажными салфетками и так верну их обратно этот шкаф тоже очень сильно нас выручил так как коридора у нас нет у нас входная дверь и сразу гостиная и поэтому всю обувь мы складывали внизу ну именно ту обувь которую носили в определенный сезон это тоже очень сильно раздражало поэтому нам обязательно нужен был такой шкаф для обуви еще один шкаф для обуви шкаф для обуви после обуви шкаф для обуви на Ну а сейчас я хочу приготовить очень ароматную картофельную запеканку Нам понадобится 3 средних картофеля Картофель нарезаю очень тонкими дольками А также из овощей я возьму небольшой лук и 1 головку чеснока Все вместе отправлю в миску Сюда же добавлю соль, перец и специи Я взяла сухую аджику, сушеный чеснок и розмарин Я уже говорила, что мне очень нравится сочетание картофеля и розмарина Добавлю также оливковое масло и все хорошо перемешаю рукой Картофель перекладываю в эту овальную форму и выкладываю все в шахматном порядке Нам нужно запечь эту картошку почти до полного приготовления Духовку я разогрела на 180 градусов Готовность, как обычно, буду проверять вилкой И тут у меня очень хороший кусок бекона Не очень жирный Я его нарезаю на кубики Насыпаю на картошку Добавлю еще немного розмарина И еще раз отправлю в духовку На этот раз на 10 минут Чтобы все красиво поджарилось Вот такая простая и очень ароматная картошка у нас получается Я хочу показать вам греческую закуску, от которой вы останетесь в полном восторге Это фета, запеченная в кляре Нам понадобится кусок феты толщиной 1 сантиметр Нам нужно его облить водой, положить в муку, чтобы мука хорошо к ней прилипла После обмакиваем фету в яйце со всех сторон И отправляем ее в кунжут Проворачиваем несколько раз, чтобы кунжут хорошо прилип к фете И кладем на раскаленную сковороду с оливковым маслом Жарим на медленном огне до золотистой корочки Субтитры создавал DimaTorzok Когда фета поджарится, я ее положу на тарелку И пока она еще горячая, нужно ее залить медом Берите хороший мед, вкусный, который вы едите У меня очень ароматный цветочный мед Наливаю то количество, которое нам нравится Чтобы с каждым куском меда было достаточно Девочки, обязательно приготовьте, попробуйте А на этом у меня все Очень надеюсь, что видео вам понравилось Подписывайтесь на канал Поддерживайте меня пальчиком вверх Пишите комментарии А я вас всех целую, обнимаю Всем пока!